Чего ты боишься? Не бойся ты меня. Я таких хвостатых, ушастых не трогаю. Всё, всё, всё. Полетела, побежала. Да, друзья, в Шатуре хорошо. Народу море, дороги все усыпаны, но зато только-только в лес зашёл. Вот такая красота. Ну и комарей, конечно, много, не меньше, чем грибников. Друзья, всем привет. На календаре у нас 27 июля, четверг, и выбрался я сегодня в Шатурский район. Не вынесла душа поэта. Что могу сказать? Грибы есть, их много довольно. Грибников тоже очень много. Комарья просто тучи, потому сегодня съёмки будет поменьше. Едят сквозь репеллент, просто останавливаться нельзя. Да, много переростков стоит, поэтому если бы неделю назад приехать сюда, тут, конечно, вообще, наверное, клондайк был. Но мы сегодня без грибов в любом случае не останемся. Всё будет замечательно. Желаю вам хорошей прогулки, прекрасного настроения. Хорошего вам дня. Давайте этого посмотрим. Сейчас мы его выкрутим аккуратно. Чистые, ребята, чистые. Вот они. И даже такой попался. И даже свинушки тут огромными просто колониями. Вон, как облепили муравейник. Обалдеть, друзья, что творится. Всё, давайте углубляться в лес. Польских тоже неплохо попадается. Пока что не беру. Может быть, к концу похода посмотрим. Неохота забивать корзину. Ну, хорошо, хорошо. Грибочки есть, всё прекрасно и замечательно. Лисички тем более игнорирую. Ну, есть хорошие грибы просто. Эти тоже? Да. Кто там у нас? хищник какой-то. Всё, спугнул. Влетел. Ой, ладно, грызут, грызут. Прям неистовствуют сегодня комарики наши. Вот такие красавцы. такие нам нужны. Губка ещё терпима, только-только начала желтеть. Ну-ка. А вот и соседи его. Обалдеть просто. Главное, чистые в основном. Ну, переростки-то я не беру. Даже не отвлекаюсь на них. При таком-то изобилии... Ух ты! Ух ты! Ай! Сломал Володька. Ничего. Всё равно пойдёт. Ну-ка. Ну, этого можно сильно не откопать. Повзрослее. Тоже красивый. Ну вот, ребята, одна семейка и уже красота, да? Ну, вот он пятый рядом рос. Тоже чистота. Отлично. Лисички тут не сказать, чтобы прям поляны. Ну, есть немного. Ну, люди подсоберут, я думаю, и без меня. Ну вот. Это совсем уж другой калинкор. Губка, правда, не очень уже такая. Ну, возьму на сушку. Ну, вот это ничего. Дальше польский. Ну, тоже. Ладно. Польский пока не берём. Ой, ещё стоит. Ну, какой-то старенький и тоненький. А может, даже подберёзовик. Или польский там несколько тоже пропустил, оставил. Не вижу отсюда кто. Ну ладно. Оставляем. Друзья, какое же это удовольствие. Просто восторг. Ещё совсем не осень, а уже такая красота у нас в лесу, да? Просто прелесть. Ох, всё, съели. Съели меня. Бегу. Ну, черничка какая хорошая. Есть, можно при желании собрать, но нужен антимоскитный костюм однозначно. Без него тут съедят просто. Просто съедят, останешься в лесу. Вот они. Вот они, ребята. Красавцы. Просто прелесть. Слушайте, уже где-то около третьей корзинки. Вон какой. Я издалека вообще подумал, что подосиновик. Цвет шляпки такой. Наливной. Но нет. Вон как он. Прорвался. С земли. Класс, друзья. Берём, конечно же. Вот снова работает. Теория. Видите, кабан порыл. Мухомор стоит. Там ещё один. Ну вот. Естественно, я начал оглядываться по сторонам. Думаю, что он тут искал. Он же любит у нас белые грибы, как мы теперь знаем. Лисичек много, конечно. Чем глубже в лес, тем их больше. По краю-то всё отбирают. Ну ладно с ними. Бог с ними. С лисичками, но... А, ну вон под берёзой какой-то. Второй. Ну между лисичек есть и кое-кто поинтереснее. Ой, простите. Между лисичек есть и поинтереснее экземпляр. Вот такой. Красавец. Пошёл сюда во мхи эти, на боровички. Они тут иногда редко-редко проскакивают в этих местах. Но обнаружил желтобурые. Маховички, они же маслята. Ой, красавцы. Вон целая семейка. А я только-только где-то с полчаса до этого подумал, почему ни один не попадается. Вон смотрите, какая сыроежка вообще просто. И краски. Вот так что эту семейку возьму, сделаю исключение. Пока пенофилосов не видать, но я тут немного успел разведать. Зато обычный дулис попался красивый. Ой, по-моему я один. О какой. Братик вроде его. Да. Ой, какой хорошенький. Это... Вот. Вот они наконец-то. И чистые. Всё-таки дождались мы с вами. Ой, комары прям съели меня поедом. Вот, ну красота. Всё. Бежим. Убегаем от москитов. Как же он шикарен. Прям из сфагнума пробился. Вот вместо него мог как раз-таки боровой торчать. Ну ладно. Ух. Ладно, друзья. Красиво. Красиво в лесу. Всё замечательно, кроме комаров. Друзья, меня тут совсем сожрали, конечно, но это я не мог вам не показать. Просто прелесть. Какая банда. Яркая, красивая. Какие сыроежки. Ещё на фоне сфагнума так красиво выглядит. Ох, класс. А кто у нас ещё может на такую вот высоту забраться? Конечно же, горчак. И вам покажу губку. Он самый естественный. О-о-о, прям целый. Дивизион кружит. Всё. Бегу. Ёлки-палки, друзья. Вы посмотрите, что творится. Сколько желтобурых. И что делать? Вон они. И тут, и там. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас помоложе тогда соберу. Таких поменьше. Но я их любых люблю. Мне любые нравятся. Ну, кроме совсем уж откровенных переростков. Они просто крепкие, красивые, вкусные. И чуть ли не ведьминым кругом-то растут. По-моему, даже так и растут. Вот он, вот он идёт. Он просто очень большой в диаметре. Да. Тут продолжение. Ну, в перемешку с сыроегой. Вот дальше, дальше, дальше. Горчак там один торчит справа. Да. Ведьмин круг. И вот они, вот они, вот они. И здесь продолжение. И вот он, круг замыкается. Класс. Всё, давайте этот кружочек как раз сделаем. Вместе с ними. И продолжим наш поход. Вот. Оторвался я, наконец-то. Вырвался от этих маховиков желтоборых. И вот такая прелесть. Ой-ой-ой, кого я вижу. Друзья, давно не встречал краснокнижный паутинник. Фиолетовый. Вот такой красавец. Срывать не буду. Я его когда-то пробовал, мне не понравился. А так он условно съедобный. Ну вот, друзья, не хочу срывать. Тем более он не семейкой. Я его раньше семьями встречал. И чаще. Сейчас крайне редко. Красивый гриб. Всё, оставляем красавца. А сами возьмём следующий билый. Опа. Ох. Вот она, красота наша. Ох, ребята. Давно меня так не ели. Ну, там ещё один, но старый. Не будем трогать. Ну всё, бежим дальше. Вот и мокруха уже проснулась. Красавица. Но в этот раз не возьму, потому что есть чем заняться. Слишком много работы будет. Вот. а рядом чудеса происходят. Вон, ребята. Исключение исправил. Только говорил, что кто ещё может на такую высоту забраться, кроме горчака, как вон он. Видите? Беленький. Хоп. скаловазь. Вот так вот. Скаловазь. Самый настоящий. Класс. Так, всё, ребят, поменьше буду снимать. Невозможно. Съели уже совсем. Да и на сбор это влияет весьма негативно. вот они. Тоже такой верховаз. Прелесть. с утолщениями таким. Ну, вот это возможно шляпку возьму. Посмотрим. Сейчас проверим. подберёзовики и понаросли. Раз. Два. Три. Четыре. Там ещё старые несколько штук на них. Показывать даже не хочу. Вот этих двух я думаю, можно взять. Ну, может, ещё того. И всё. Хорошо. Спасибо, лисочек. Ещё одну точку сейчас проверю тут. В прошлом году там вроде подосиновики стояли. Так, по крайней мере, так сохранил точку. Вот. И всё. Ау! Вот. И всё. И на выход. Как раз корзина доберётся, а там решу, что делать. Но домой ещё не хочется пока что. Да, лисички тут немного совсем совсем. Совсем чуть-чуть. Обалдеть. Что творится? Ааааа. Ну, кому-то повезёт. Ладно. Ну, нет возможности. Там корзина уже почти полная. Неда лисичек. Друзья, дошёл всё-таки до этой точки с подосиновиками. Смотрите, какая история. Ровно на этом месте в прошлом году, но правда осенью, тоже я к переросткам пришёл. Но в этот раз чуть-чуть пораньше, ну, во-первых, не осень, да, но попал я на эти подосиновики. Более удачно этот, понятно, старый. Раз. Вот. Не детку бы пораньше, да? и хотя бы несколько дней. Вот два. Тут можно шляпу, конечно, будет посмотреть. Вот три-четыре парочка. Вроде ничего. Но, опять же, у взрослого только шляпа и у таких не вижу смысла. Ножка жёсткая. Так. Вон пять стоит, но он взрослый. где-то я ещё видел. Всё, побросал. Тоже переростки. Огромные, просто огромные. Шесть, семь, прям грибницы. Восемь вообще. Ой, какой он здоровый, ребята. Вот так. Обалдеть. Надо кадр, кстати, сделать. А, вон ещё один вижу, помоложе. Слушайте, надо осмотреться, на самом деле. может быть, что-то мы всё-таки тут не сможем подсобрать. Вот, вот, вот таких, например, да? Угу. Обалдеть. Что творится? Давайте мы этих выкрутим с вами. Ох, какие они тут мощные. Просто вот эта точка, она, не зря её сохранил. Но они в прошлый раз тут очень-очень мощные были. Ну, вы видели, до каких размеров они вырастают тут. Вот такая прелесть. Вот это было коварно. Разложился тут только что. Переступил через, перешагнул вот через эту корягу какую-то старое поваленное основание дерева. и вот туда прям ногой. Ну, Грибы главное не рассыпал. Это самое основное. Осторожнее надо, конечно. Повнимательнее. Ещё и колпачки попались, ребят. Но только две штуки. А куда их? Жарить я вроде ничего не собираюсь. Или взять? Не знаю. Сейчас посмотрим. Жадничать неохотать, честно говоря. Грибов-то много, корзиновые полные. Не с горкой, конечно, но полные. Ай, но я люблю колпаки, они вкусные жадины. Жалко две штуки только-то, Ладно, оставим, так и быть. Итак, друзья, примерно таким получился результат нашей сегодняшней прогулки. Результат, сразу оговорюсь, не окончательный. я уже просто на выходе к машине. Буду еще, возможно, сюда же вернусь, может еще куда-то там по дороге, но сюда вряд ли, наверное, по дороге еще куда-то. Один, два леса заскочу ненадолго, правда. Все, друзья, как и обещал, тронулся в обратный путь. С другой стороны деревни остановился, вот забежал в лес, и тут просто какое-то чудо. Посмотрите, как они прекрасны. как только-только выскочили. Ой-ой-ой, фломастеры красные. Но живут, живут все равно, везде живут. И вот, да, обернулся, оглянулся, а там еще один, чуть-чуть постарше, правда. Но он тоже потрясающе красив. Ох, какая это красота, ребята. Сейчас, дайте-ка, кадр сделаю. Если дадут, кровопийцы, конечно, да, просто меня одолели, честно, признаться. Слушайте, прям рядом с корнем, ай-яй, прям рядом с корнем папоротника отломаю, чтобы не повредить. Вот, вот такая прелесть. Давайте сейчас еще осмотримся, место такое интересное. Вообще, хорошо тут хожено, конечно, ну, рядом с деревней, чего я хотел. Но все равно, такой сюрприз, даже если это финальный сюрприз, то все равно огромное спасибо лесу за такой букет, прекрасно. Ну, вот это как? Как это объяснить? Не ожидал. Вот такого подарка я не ожидал. Прямо три богатыря. Ну, не богатыри, нет, ножки, ножка первая не очень толстая. Ну, скорее всего, у остальных такая же. Фу! Ой, три брата, акробата. Вот такие. Я не могу выбраться. Не могу. Невозможно. Вроде уже свернул на выход. Они все равно попадаются. Ой, какие красавцы. Какие же красавцы. Класс. Друзья, вырулил на дорогу. Наконец-то. еще ведро где-то набрал. Ну, половина второй корзины, наверное, как раз будет. И вышел на дорогу, чтобы грибы уже не попадались. Вот. Только-только вырвался. Вон у меня тут все стоит. корзина мягкая моя, четырехсекционная. А тут просто беспредел какой-то. Просто какой-то беспредел. Нельзя так с людьми поступать. Нельзя. лес. Что? Что ты делаешь? Что это? Ну, это все хотя бы с этими вопрос-понятиями. Вот просто на дороге стоят. Вот она. И тут еще немножко парочка. Караул. А, нет, еще один спрятался. Все, быстро проверяю, которые покрепче. Шляпки на сушку и все. Хватит. Желаю всем таких же находок. Просто какой-то караул. Но, чтобы помоложе были. Эти уже, понятно, перестояли в основном. В основной своей массе. Ух, все равно находки классные. Спасибо, лесок. Спасибо, дорогой. В общем, парочку только взял. Одну шляпу и четверть ноги. И один целый. который молоденький. Но, вот, уже хотел глоточек кофе перед финальным забегом. Тут вот. Ох, как же мы такие любим, а? Класс. Просто чудо. Какие же муравейники. Вот этот почти в мой рост. Мегаполис просто. А вот тот даже выше немножко. Обалдеть. он еще маленький. Прямо целая агломерация муравьиная. А собирался неплохо, быстро достаточно. Очень порадовал лес. Белых грибов много. К сожалению, в основном старые переростки, которые мы не брали, естественно, надо было на неделю раньше. Но кто знал. Тем не менее, молодые попадаются. Совсем, совсем молоденьких мало. Есть подозрение, что отходит этот слой, эта волна. Но что поделать. Что по грибам. В основном я брал только белые. Немного взял, несколько штук, до десятка подосиновиков. Около десятка подберезовиков. Под конец видите, начал брать. И гораздо меньше десятка польских белых. Хотя их можно было очень хорошо набрать. Маховик желтобуры, он же масленок желтобуры. Неплохо. Хорошую большую семью. Круг такой, виден круг нашел. Помимо этого тоже встречались попадались. Можно по-хорошему набрать много. Как и польского. Лисичку не брал вовсе. Ни единый. Как ты? Зачем? Смысл? Если есть белые, то еще не из интересного. Да, вот семейство подосиновиков конечно подкачало, но три штуки оттуда взял. Уже неплохо. Мокруха попадалась, да, но она не в больших количествах пока что. Мне какие-то единичные экземпляры попались. Для заготовки такого количества мало. Пару поплавков. Ну и все наверное. Ну сыроежки я не считаю. Я прогулкой более чем доволен. Спасибо большое лесу. Он как всегда щедр. Счастью нет предела. А, ну давайте проверим вот этого малыша что ли. Раз уж пошло такое дело. Ну как малыш. Хороший. Хороший. Прям такой. То что надо. Ну вот такое качество. Все прекрасно у этого белого. Что ж чудесно. Друзья спасибо лесу за его дары. Удачно заскочил. Четверг как раз относительно без осадков. А пятницу субботу воскресенье вроде дожди обещают. Ну не слишком комфортно будет гулять по лесу. Но я думаю многие отчаянные головы все равно поедут. Большое спасибо вам за компанию в этой прогулке. Желаю вам таких же полных корзин грибов. Здоровья вам мира добра позитива и поменьше комаров. Комары меня сегодня просто съели. Невозможно никакие репелленты. Два репеллента у меня с собой вообще ничего не помогает. Что ж друзья любите природу берегите лес и они вас непременно вознаградят вот такими дарами замечательными. С вами был корзионосец Владимир и его корзина. Увидимся на канале либо на лесных тропинках. Всего вам доброго до новых встреч. Пока пока. И конечно же привет вам большой от моего спутника. Он сидит скучает на грибочке. Все ребята поехали. Пока. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok